здравствуй вторая серия игры kingdom come deliverance максимальный уровень сложности игра в игре по-другому не сказать хардкор который который ты не почувствовал в первой серии но здесь я дам простраться по полной потому что прямо сейчас будет игра ломаться вообще просто очень по жесткому я попробую сделать то что сделать практически нереально не факт что у меня получится это с первого раза раз на 5 если у меня получится будет круто просто смотри ты все поймешь приятного просмотра лайк подписка ну и колокольчик не забудь прожать поехали самом начале этой серии мы сохраняем игру и тратим один спасительный шнапс потому что сохранение только за внутреннюю какую-то до валюту это банки вот эти со шнапс игра сохранена очень рекомендую прямо сейчас кто не смотрел первую серию посмотрите потом вернуться сюда же что у меня есть и 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 Молодец. Ну, это то, что я называю «крастманщик». Что означает «инскриптизм»? Блин, если я знаю. Не выглядит, как чек для меня. Латин, может быть? Лорд Радзи ордил. Ох, это будет лучший шар, который я сделал. У нас есть шаркал? Хорошо. Взять на форж. Я поставлю все вместе. Вот как мечи вообще делаются. Я думаю, есть и кто-то знали или не видели. Кто-то, кто-то знал или не видели. Я думаю, что ты может знать, о чем это было. Я не уверен. В реальности. Потому что я очень уверен, что ты и твои друзья скрыли дуги в Дойчьеве, в горячей зеленой. Он был здесь, с качполью. И это не был приятный посет. Что в тебя, Алла? Да-га, сын. В Дойче был виноват в шарах о Сигизман Херн находящейся в дошелье, но смотри-кайся. Он был во всем обществом! Он был во всеми вернём, во всем мире. Он был во всем мире! Он был во всем мире, что я закрой. Он был во всем мире. Он был? Нет. Я ухожу в грехи на табрье. Его не помнят. Он помогает нам ни diferente. тем не менее он, вы понимаете? – Да. Он говорит, извинись перед немцем за то, что говно он дом забросал, он мой клиент. Я понимаю. Хорошо. И чак Норрис говорит папе, что, извинись, а то будет, ну, усугубившись, листовол усугубившись. Так что ты думаешь, что это правильно, чтобы тратисты разговаривать про нашу курицу? Чак Норрис встал, он может быть встать о себе, но он еще не узнает его лечения. Так что, в немецкий спал с рубежом и варень. И батя говорит, правильные вещи, зачем? Обязательно все решать силы, если можно попытаться на словах, так скажем, батл устроить. Фернеш готов? Хорошо, мы сделаем гриб. Хорошо, мы сделаем гриб. Я награду его, и когда я его выставлю, вы слепите гриб, чтобы он справится точно. Вы знаете, что ты делаешь. Гриб. 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 Как это выглядит? Добавляем сюда, и мы будем все вместе. как всегда среди красивых мужчин всегда должна быть красивой девушки напоминаю то что гвозди мы уже в самом начале взяли в сундуке поэтому как мы понимаем полирнуть хотят в этой деревне всем поэтому она спрашивает как у тебя вообще с бьянкой нормально все дела обстоят может быть ты все-таки не к ней а ко мне пойдешь игра может быть не надо она говорит а может быть да ну и батя говорит как нормальный чак норрисом суши в дуе той той будь мужиком я говорю с отцом конечно спорить нельзя поэтому последуем совет другой стороны да никто не отменял скажем ну и сам пан пришел к нам это король пан давайте так они понимают о чем речь соответственно перекаченный у дина росла и все вакуре за счет у кого трое у папичу дают меч он как бы сейчас показывает свой скилл при пане я думаю вопросов нет больше чак норрис говорит да то что я сдам куда-нибудь он говорит давай сейчас он полирует сначала бьянку потом меч и принесет меч вам пытаются как бы на батю быкануть но пан говорит не надо лезть на чак норриса потому что но это очень опасно он непредсказуемый он говорит пусть полирнет и принесет меч а что решит уже сам это было бы не украшать сиропа 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 Спасибо за здравоохранительность. Дорогая, интересная история. Это было много лет назад. Я могу рассказать вам о ней некоторое время, но не сегодня. Вы научитесь мне, как использовать ее, как сказал Сарадзик. Почему? Ну, это может быть полезным. Может быть, я путешествую немного, после того, чтобы уничтожить. Ну, здесь Шалопай начинает рассказывать, что он хочет повидать мир, поиграть в Робин Гуда. Батя говорит, ты сейчас выйдешь, говорит, за город. У тебя, говорит, гофники, вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Он говорит, давай, сыночек, ты лучше с кузнецом станешь, как папа. Потому что очков в зрительный зал может отправиться на раз-два в первом же лесу. А, и грибочки, ты можешь, говорит, не успеть собрать. Сыночек, естественно, спорит, юношеский максимализм. Я хочу повидать мир, повстречать людей, потрахать кого-то, кроме бьянки. Батя говорит, нет, не надо, будь лучше в кузнице. Ну, и здесь, собственно, как и в любой игре, начинается суета. Понимаете? Мессенджер. Он был, не волнуйся, что случилось? Здесь просто, просто гонец. Он говорит, что же случилось? Здесь, знаете, сказать, что что-то случилось, это вообще ничего не сказать. Знаете, есть такое понятие, жопа называется. Тут лысый из Бразерс с усами. Его друг, который все на камеру снимает. Ну, и самая небольшая армия из топовых воинов. Мистер Дудец. Ну, и как бы вы понимаете. Он говорит, слюни подбери, иди в дом. И беги, безумец. Мать, говорит, в деревне. Если что, говорит, пан мне должен. Давай, я, говорит, за матерью на коне. А ты, говорит, у коня. Вот у этого, кстати. Красивые, кстати, доспы были очень уходного лучника. Пастинчатые доспехи. Папа. Согласен, мы сценили. Давай, мы сценили! Перевчатся, друзья! Давай! Давай! О, Хенри! Благодаря Богу! Помогу! Прекратите! Папа, давай! Замок импортный. Тихо. Ты же говорил, орки не пройдут. Пожалуйста. Он говорит, нет, боже мой, я сейчас всех спасу. естественно начинается батя батя расфиженный леса из леса пока вышел ну куда лезем сейчас рампагу просто сделает и все как вы видите то есть в к просто вот там по диффузами под этим и раз и совсем но батя не знал что в лесу также качался ребята и на лайне еще и даже не знаю с кем его сравнить то качался короче не только да это на котла да похоже чем котел вышел котел ребят сейчас иметь а даже цикада да 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 цико а house night ему говорят серёжа куда ты на 6к ммр лезешь ты вишь горит они все переточены куда ты полез он говорит говорит найди коня и едино в районе куда-нибудь он до ну и мы как дураки с мечом пана в общем то раздеты с голым писюном убегаем в закат на коне а а именно вот здесь вот начинается самое интересное ну что надеюсь у меня получится хотя бы раза с пятого а с вашего позволения особо разговаривать ребят не буду на бэм я бы постараться хотя бы не с первого но хотя бы вот с двадцать первого раза это все сделать то чем два рогалика здесь я думаю вы на многих прохождениях видели как все убегают решили пойти немного другим путем достаём наш мяч кладенец садимся на лошадку делаем вот такое движение рукой здесь же разворачивается пропускаем нескольких стражников которые пробегают бежим вот сюда здесь совершенно случайным образом встречаем нескольких еще шалопаев дядя побежал в обход кое-кто из них под отстал знаете так бывает что кто-то всегда начинает под отставать за что поплатиться двумя тычками а мы просто прокачаем силу заодно раз к этим девочек параллельно качаем бой мечом ну и бой next door тоже не забываем прокачивать тропинкам по тропинкам пробегаем не забываем провешивать чапалахи девочкам таким знаете рыцарскими такими вот мансами потихонечку 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 девочек этих раскуриваем тих 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 мой хороший лошадочка у нас немножечко устает пока все идет по плану все как говорится светлану в этой игре есть одно очень интересная одна вещь когда я на нашу атаку колющую совершенно случайно знаете люди умирают как вы собственно можете вот здесь вот это увидеть знаете бывает такое как-то ребята умирают а мы параллельно с вами совершенно случайно просто лутаем как бы броньку бывает так кстати моя рубашечка поинтереснее здесь начинается борьба с весом очень суровая почему а там брони больше видимость заметно шум а не 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 верно вот эту рубашку мы выкидываем умные сандали поинтереснее какие-то старые боты кинжал то есть я сейчас смотрю ребят соотношение веса и цены моя задача я думаю вы понимаете да какая стрелы мы пока что все абсолютно все выкидываем выкидываем пока мне это неинтересно а в принципе далее мне не особо да топоры кстати надо выкинуть потому что они абсолютно ничего не стоят тут эти кунеши ключи ничего не весят похлебочка вот в общем то весь наш комплект далее мы действуем по очень простой схеме называется блять план банан я я либо не забываем мансится потому что от лучников довольно так неприятно прилетает есть есть один минус ребята сбились в кучу это не очень приятно придется и где-то разваливать половина нужно на гору уводить будет да я думаю сейчас можно ой это скорее всего будет 200 очень велика вероятность умирает пехотинец от крови пока не понимаю где они а а ой хлесткий жесткий удар ой что делает этот стример а я время играет на нас мы просто выстегиваем ребят напоминаю колющими ударами их ребят вот такими выкашиваю ни в коем случае не давать нас окружать ребята лучники очень жесткие очень больно бьют еще один лучник упал я прошу прощения я забыл как свистеть представляете в игре ладно разберемся забыл ребят как свистеть ужасно вот это была ошибка прилетела мне в бронь довольно неприятно в руку кровотечения нет броня задефала ой это скорее всего смерть так здесь очень ювелирная такая сейчас будет работа и спасаем девочку репутация моя повышается тереза убежала о о о о о очень 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 сильно кому-то вдарил по моему прям одному куда то вы чуть чуть повыше лба попал второму не усмотрел но тоже что-то куда-то ему прилетело то ли в плечо то ли куда-то жестко вот это больно за доджо лошади в лоб попали уходим не жадничаем лошадь у нас медленно превратилась в единорога напоминаю ребят мы параллельно с вами прокачиваем том числе и в боевку боевка качается еще один пехотинец лучник точнее прошу прощения умирает они умирают ребят от кровопотери они не успевают отхиливаться очень серьезный удар это смерть по моему тоже смерть это будет все смерти от колющих таких ударов тем более с коня это будут но с очень великой вероятностью смерти да вижу он один упал очень жестко очень жестко это был подранок бой мечом прокачивается еще один умер жестко очень жестко это смерть стопроцентная плюс к живучести двое еще умерли еще двое упали от кровопотери стопроцентная смерть в спину в районе хребта с левой стороны ударил это все это вот это точно это парень но был из тех где-то надбровную дугу по моему дал парень стоит ничего не понимает ой что это было с лошади я немного придрочился бить это вообще забейте промазал ребята падают и падают их все больше и больше упавших это все это конец это они уже стоят все стоят на полу ребята с дыханием это они от кровотока уже сейчас все упал прям на моих глазах упал еще один это голова это шея и плюс еще level и еще повышаю силу очень жестко раскачался точнее очень жестко придрочился к игре вспомнил mountain blade навыки уроки можно сказать все падают вообще просто уже штабелями валяться я напоминаю это топовые воины по моему в игре или одни из топовых еще один от кровопотери умер и он вообще по-моему один остался у них остался один воин который сейчас также я думаю что закончится в существовании здесь главное не жадничать все это каска это шлем это колючий удар в глаз он живет не знаю каким макаром но вот как-то еще выжил очень короткая короткий меч но при этом не это не мешает их наказывать это в тело бронь у ребят стараюсь по голове им давать чтобы броню сохранить броня в игре да шо ж такое все шеи ровный укол шеи вот таким вот способом в этот момент мы все ломаем именно здесь я нажимаю еще один сейф нет не нажимаю еще один сейф я просто спокойно пробегусь здесь равно уж никого не будет а вот теперь очень внимательно очень внимательно с вами начинаем собираться и одеваться это очень важно у нас сейчас постоянно идет проблема с весом как вы видите стрелы предлагаю сразу же дропать сделаем это купим с вами всегда щит щиток если честно механику считая здесь абсолютно ребят не знаю не такой какой-то спец в игре но если он защищает просто спину то есть он просто висит на спине он защищает это в принципе очень неплохо кинжал который я вижу я шляпа полная крестьянский лук вес 3 цена 125 это на выход доспехи пока мы никакие не собирали теперь очень 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 внимательно аккуратненько начинаем осматривать наши наших убитых воинов колбаса я предлагаю делать следующим образом про обычный отсев то есть мы сначала все берем отходим если есть возможность взять можем даже вот так сделать просто отходим чтоб не путаться начинаем смотреть что мы с вами подобрали как я напоминаю стрелы мы все выкидываем белый я не вижу смысла лошадь я уверен что у нас отнимут уверен просто на миллиард процентов потому что это но и нормально а теперь представьте у нас к началу игры с вами самому началу игры имеется просто колоссальный и по другому сказать не могу реально колоссальное количество одежды у нас с вами имеется колоссальное количество денег потому что вы можете улице зреть чтобы запакованы жестко мне чтоб вы понимали из очень жесткого лука стрела в руку прилетела у меня броня при таком уровне сложности задевала полностью выстрел но вы то есть понимаете да здесь за каждый килограмм грамм сейчас будет борьба 5 119 выбрасываем 164 выбрасываем самое выгодное брать перчатки 05 всего весит по 117 это мы точно берем стеганый куев 05 20 принципе можно взять сандалии 2 и 5 и 6 естественно не выкидываются напоминаю это лучники это лучники это нам не интересно а вот пехи вот пехи вот пехи для нас очень интересны потому что на пехах может быть очень жесткая броня ну и как мы результат ребят мы видим 40 40 10 ударная мощь и требует всего 6 ловкость в принципе я думаю что прокачать можно будет и засейвить этот меч у нас 45 45 22 вы понимаете да разницу я думаю что одну такую сабельку можно будет сохранить да вот этот вот тесак очень интересный но у всего этого есть один нюанс так как мы сейчас боремся за бабки по весу соотношению веса деньги полная туфта поэтому делается вот так запоминаем где все это лежит я думаю на дороге мы это увидим а вот теперь начинается самое забавное перчатки как я и говорил сто процентов мы их оставляем это на продажу идеально пойдет кольчужка 4 всего веса весит 400 голды огромнейшие деньги перчатки охотника абсолютно тоже самое смотрим вот за этой статкой мы кстати если что уже третий левел просто так слову 216 разбитые полностью туника выбрасывается 3211 такое знаете вот кстати вот у этого даже поинтереснее они для нас вот эти разбиты у этих 50 до разбитые выбрасываем вот броню броню даже разбитую можно взять потому что но она конечно ведь она крутая я предлагаю плясать вот от этого давайте мы ее возьмем даже несмотря на то что она разбитая тем более она одевается поверх он или дачу шлем шлем 370 полное говно естественно не берем два абсолютно одинаковых курифа выбираем естественно тот который подороже пуфли нам падают тоже соотношение полное говнище соответственно все это выбрасывается а вот теперь теперь вот это же да моя лошадка перьях очень хотел бы найти этих мы всех прочистили ребят это наверное вот та моя лошадка прошу прощения извините извините прошу прощения вот этот наверно моя лошадка да да потому что он стоит быстрее дороги у нас здесь есть ребята вот эти вот меня по моему интересует больше и вот этот вот вот товарищ он да по-моему вот это будут вода вот эти по моему будут очень плоские ребята отходим в сторонку абсолютно по той же самой программе действуем вылетают щит ребят 8 133 я думаю что он тоже здесь вообще забейте на этот щит есть у нас клёпаные клёпаные наручи 6 сколько дают защиты очень красиво выглядит это как поверх получается короче это сумляет очень круто не знаю как правильно сказать но выглядит очень здорово или внушительно шлем 5118 естественно шлем уходит мягкий кайф чуть-чуть получше моего соответственно этот мы выбрасываем перчатки остаются наручи а вот ботиночки мы с вами выбиваем пободрее подштанники соответственно выбрасываем кафтанчик находим чуть-чуть поинтереснее темные сандалии такая знаете переработка врага можно так сказать вот этот очень толстый парень что-то у него очень много весит пока не пойму ептон с топором был топор говно у тебя друг дальше смотрим кожаные перчатки конечно же как всегда остается давайте вот так вот выставим перчатки остаются кайф даже можно вот так вот по весу и как мы видим то про что я вам и говорил усиленный половецкий хауберг хауберг да наверно правильно падает броня не сильно дорогая наверное потому что она довольно неплохо разбито но защиту у нее это просто забей наша вот эта броня была вообще полностью в хламину разбиты 16 весят и 96 всего стоит поэтому выбрасываем чекаем кафтан кафтан весь мы подрали нашей зубочисткой панский кольчужный койф самого пана 523 ну прям жених жених нет это мы возьмем с собой 4 400 это мы возьмем с собой и падает вот такая мне еще вещь обаяние немного поменьше но знаете серьезная вещь вот это кстати можно сразу выкинуть шляпа полная вы поставляем дорогая довольно вещь говно 3 219 такое знаете а столько поскольку кучу перчаток охотника 226 кстати выбиваем перчатки продолжаем наш диалог заметьте все заслуженно уж все на какую же кнопочку хорошие гроши кстати мы с них также собираем просто так снова узнаете может быть кому-то интересно не очень а хорошие мы с них собираем на самом деле оружие ребята я так посматриваю на оружие полная шляпа полный вообще шлиппингольф нам это я вообще без комментариев ребят мы выбиваем половецкую бригантину слот это поверх кольчуги еще одевается короче короче это знаете такая банк такая получается бодрая короче это full слоты если быть совсем откровенными у меня остается только ноги открытые короче получается такой интересный очень молодой человек вот это под вопросом я бы наверное выбросил потому что 5 соотношения говно даже улетает верховая езда говно 4 400 можно перчатки естественно остаются наручи 11 вес к 100 монетам где-то вот такое должно быть соотношение ну плюс-минус так вот скажем а но никто нам не запрещает ребят немного перегруза с собой взять я нигде почему-то не увидел чтобы что-то там запрещено было небольшой перегруз он как бы мы с собой в любом случае прихватим я уже примерно запомнил где какие вещи валяются тем более их довольно просто все увидеть окно что ж а если бы ребята знали с кем они связались я думаю что как-то бы они обходили стороной можно кстати а и вот этот вообще свеженький весь лежит давайте мы еще наверно пройдемся мы его сможем вот вот этот очень бодрый и груз бешеный но мы сейчас чтоб 10 раз из пустого в порожную не выливать просто вот так вот делаем собираем все сразу же все сортируем так наверное попроще парни здесь скорючила а это как раз которому я пробил это вот этого вообще бедолагу тогда снесло ему в руку да он дал очень очень жестко у него рука и лицо да ему прям прилетела у него наш вообще беда у парня слушай-ка я знаю что подумал а нельзя сесть на лошадку ладно давайте а человек не гордый сразу просто чтобы разом отсеять какие-то по моему характеристики да абсолютно верно что дает мне открылась ребят куча разных характеристик level получил сила успешным блокирование счетом ударов врага вы можно сходиться на меньше процентов выносливости имеет место быть могильщик перенос трупов и людей без сознания тратит вашу выносливость абсолютно не универсальный навык а вот это бы я знаете ли вот это бы я конечно бы подумал живучесть 3 level как вы видите мы имеем за одну только битву густая кровь вероятность того что удар врага пустит тебе кровь снижена прекрасный перк я считаю марафонец вы бежите медленнее но значительно дольше скорость спринт уменьшается на 20 процентов но используется на 20 процентов меньше выносливость вы бежите быстрее но бег устает соответственно то есть как бы получается такое знаете 22 в одном да наверно я бы наверно бежите быстрее наверно рывки важнее в этой игре с другой стороны ребят кровоток бы останавливать знаете наверно для такого с уровня сложности это кровоток ребят потому что если у меня в бою пойдет кровь развитие закончится просто в мгновении ока бой пока мы ой-бой пока никак не прокачивается стрельба из лука тоже верховая езда качается между прочим пьянство качается здесь пока все закрыто перегрузка репутация продолжаем наш небольшой поход сейчас сразу же залутаю тот труп к сожалению на лошади доехать нельзя собственно сразу же от 7 надо было сделать так я просто забыл что он с перевесом но красиво конечно меня смущает другое меч мы сейчас отдадим знаете ли меч мне кажется мы и прикупим правильно я вот не припомню есть ли там еще трупы даст бог мне памяти по моему нет по моему все братцы не припоминаю знаете мои хорошие жадность она может породить бедность на поэтому мы прямо сейчас останавливаемся стрелы как я и говорил раз так 382 перегруза поехали 3032 142 207 ловкости это более сбалансировано вообще им пища полная вообще прям полный вот охотничать исак я бы оставил именно охотничать исак исак говно а вот охотничать исак это ну это прям гутен морген поехали 80 стрел почему бы и нет исак шлак луки абсолютно ничего в этой игре пока не стоят я их очень сложно их качать это отдельная история с луками поехали поехали просто самого и и выгодно их брать ребят вес 8 очень очень тяжелые пока под вопросом ой 400 не килограмм нет это просто емкость это не в килограммах измеряется по крайней мере они швейцы килограмм так братцы 13 конечно же выбрасывается здесь вот начинается это танцы с бубном перчатки сто процентов все остаются пятерка выбрасывается эти как-то как-то вот надо попытаться забаланситься половецкая 16 выкинули а вот этот вот чуть-чуть поинтереснее длинный но это понятно все уходит половецкая зерцала я прошу прощения ребята я может быть что-то не знаю за чего она интересно использовалась кафтана огромная вообще просто весят несусветные просто вес надо потом в комментариях будет интересно почитать на самом деле так бригантины понятно что они вылетают разбитый в хламину кафтан выходит абсолютно все здесь тоже улетают улетают прошу прощения соотношение стоит конечно много но восьмерку жрет шлема вообще не о чем шлема от винта здесь конечно же все остается перчатки 389 клепаные перчатки очень красиво неожиданно 342 выбрасывается разбитый кайф сто процентов наручи летают туда же вот эти можно тормознуть тут шила на мыло тоже самое ребят цвет но это уже сайте такое там париться за цвет это не по-пацански старые сапоги мне еще каким-то макаром валяется я не знаю каким зачем зачем перчатки охотника оставляем плохое соотношение как бы смешно не было огромнейшее количество этих надо еще прорядить здесь уже жалко становится вы понимаете вот здесь вот у нас добрый вечер лошадь у меня заберут это железно это даже к бабке не ходи на лошадь я не могу сесть верхом косяк безумный просто а получается нам нужно дропать дальше отличное соотношение вот этих двух надо будет оставлять но их восемь штук ребята восемь штук по 388 вообще понимаете что это такое это вообще имба просто продолжаем дальше 384 вот это надо все выкидывать еда давайте попытаемся с едой братцы ну тут такое да если брать соотношение конечно вы правы на сто процентов ну что ж давайте а что-то съем конечно же по 06 я все буду выкидывать к чертовой матери при нынешнем раскладе с теми бабками которые я ребят заработаю вообще даже думать нечего мы купим все что угодно морковь с денег у нас все 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 смотрим все что каким-либо образом кстати есть одна отмычка даже знаю где она нам пригодится 124 нет ребят если ну сейвить бабки это надо все выкидывать 111 это не пойдет крестьянин скажет вот господи господи есть горит бог я не знаю что сижу выкидывать а выкинуть еще надо нормально перчатка конечно много бабок поднимем особо и выкидывает тоже нечего понимана нас очень много одежда мы так как мы не прокачаны хорошо хорошо давайте смотрите методом от противного вот этот вот кафтан меня дико напрягает десятку веса 18 рублей стоит весь раздроченный дроп ну-ка я кафтан но доспехи конечно же они и трону лепаные перчатки но хотел бы их оставить на самом деле а вот ботиночки ботиночки мы докупим как жена лучше ссука блять ты что ж такое вы вещь с ума сведете не могу столько выкидывать лошадь пропадет я уверен блять блять ребенка с ума сейчас будет сведете ее за шашу шушь вы делаете демон я не знаю еще выкидывать зараза это 35 занимать шнапс выкинуть это подожди ну колбасятина 642 и 4 много две колбаски пожалуйста оформите в помойку штаны может одеть я кажется меня за штаны дадут давайте еще ребят ну без штанов на сто процентов сейчас принимал его будет как вы на себе представляете я же рыцарь я что это такое но стыдаст срама то стыда негоже негоже понимаете рыцарю штанов ой что-то не то да наверно сделал хотя самое забавное что это был очень сложный выбор ты можешь до сотни верхом залазить мы можем принципе поэкспериментировать вот я с перегрузом я уже даже все знаю где че валяется и обнимается уже щитка щитка уже информация да происходит до сотни да ты сказал на недельку 25 разных кольчук сука я это же еще пролог латы знаешь такие 25 брони там я не знаю кольчуга там 75 этих подрукавников на этих и просто знаешь такие ноги такие торчат нет ну а как мужчины я я краем глазика я же внимательный у тебя краем глазика ваш покорный слуга заметил что я выбил одну очень интересную вещь такой ты басурманин а здесь вот дверочка а у нас совершенно случайно есть взять одна отмычка двери сразу говорю вскрывать абсолютно не умею ребят сто процентов зафа каплю но но то есть она как бы вскрывается но зайти туда нельзя подождите но скилл там не засчитала а скилл то я прокачал все равно ты гордишь со мной знаете даже не шестнадцатый семнадцатый год канала хардплей дело примерно то же самое потом что-то как-то под сдулся что как так хардкором и стали относиться как-то ну так знаете пренебрежением стали игру скипать потом знаете что-то как-то знаете бывает такое ты встречаешь а это вот она как в жизни идет такая такая знаешь вроде бы ничего особенного но такая такая знаешь чисто ты понял или он и ты как бы хочешь проникнуть понимаешь целиком и полностью просто я проникну в эту игру целиком и полностью очень надеюсь то что тебе зайдет и понравится я понятия не имею что дальше именно на этом моменте мы остановились в нашей тестовом прохождении на канале вас напоминаю ссылка внизу в описании что будет дальше я не знаю возможно я все за руиню к чертовой матери но тем интереснее я буду пробовать снова и снова эмоции сегодня пока что уравновешенные но знаете такие опасные спасибо что смотрел этот видеоролик ставь лайк поставь его реально и подпишись на канал спасибо увидимся на везде либо в следующем видеоролике удачи